Мы будем проводить эксперимент с использованием световозвращающих элементов, именно салатового и серебристого цвета. Это те световозвращатели, которые хорошо отражают свет. С уменьшением светового дня возрастает проблема дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и велосипедистов. Многие из них забывают или даже не знают, что при современном трафике движения обозначать себя на проезжей части, особенно в темное время суток, жизненно необходимо. Как показывает статистика, практически каждая вторая дорожная авария происходит по вине самих пешеходов. Основные причины – это нарушение правил дорожного движения, не единичные факты, когда пешеходы находятся в состоянии алкогольного опьянения на проезжей части. Сотрудники ГАИ за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности уже привлекли 18 тысяч пешеходов. 3 тысячи при этом находились в состоянии алкогольного опьянения, 4 тысячи не были обозначены световозвращающими элементами. Проблему безопасности пешеходов и велосипедистов понимают многие участники дорожного движения. Без светоотражающих можно человека увидеть в метре, если он в темном чем-то, это метр, два метра – это максимум. А тем более, если еще узкая дорога и встречка ослепилок, его можно в полметра увидеть, а уже будет поздно. Все зависит от погоды. Ну, я думаю, метров 30-30. Вечером видимость похуже. Особенно, если мокрая погода отражается от мокрого асфальта. Это вообще, если хорошая сухая погода – другое дело. А если мокрая погода, конечно, очень плохая видимость. Конечно, это жизненно необходимо, чтобы тебя видели и пешеходы, и автомобили. Самое главное – это твоя жизнь, твоя безопасность. Все понимают, но далеко не все используют. А ведь в темное время суток водитель в лучшем случае может заметить пешехода-велосипедиста, который не обозначен фликером или жилетом на расстоянии от 3 до 5 метров. Зачастую это недостаточно, чтобы избежать наезда. Поэтому сотрудники ГАИ решили на практике доказать эффективность световозвращающих элементов на одежде. Мы проведем эксперимент, в котором будет участвовать папа, одетый в куртку темного цвета, и двое детей тоже в темной одежде. Но при этом на деток мы наденем световозвращающие элементы. На мальчика будут надеты у нас непосредственно браслеты световозвращающие на две ручки. Дай мне, пожалуйста, свои ручки у тебя на правой. И на левой ручке будет световозвращатель. Ты станешь более заметным. В автомобиле включается ближний свет фар, начинается движение, и вот что мы видим. Виден световозвращающий элемент на ребенке. Расстояние до него примерно 200-250 метров. Скорость, согласно спидометру, 20 км в час. Сейчас подъедем мы поближе. Отца пока еще не видно. Вот расстояние уже начиная где-то 40 метров до отца, мы начинаем уже его видеть на расстоянии 40 метров. Если бы эта ситуация была со скоростью 60 км в час, если бы мы двигались, в такой ситуации водитель не успеет среагировать. Эксперимент показал, что современные фликеры и жилеты позволяют водителю увидеть человека на расстоянии до 300 метров. А этого достаточно, чтобы остановить автомобиль даже при скорости 60 км в час, а значит избежать трагедии. Юрий Печур, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова